Всем привет, это снова мы. Нас интересует территория. Нас дрочит, мы дрочит, но... Да я могу, я умею. Приходите помогать строить приют, это весело. Антон, если у тебя есть сердце, доброта к людям, к животным также, ты должен это все понять. Нас интересует территория. Нас дрочит, мы дрочит, но... Два кактуса, мне их жалко. У меня в боках, кто-то, мне их так жалко. Сядьте в проем, подумайте об этом. Что вы творите вообще? Что вы творите? Да никто ничего скрывает, вон, пожалуйста, смотрите. Нас интересует территория. Нас дрочит, мы дрочим, но... Те, кто не скандалит, не ворует собак, свободно проходят на территорию. Если бы у меня был приют, я бы тоже доступ закрыл таким людям. Ну как, а в боках дьявола ты, понял меня? Уже больше 33 собак изъяты из приюта, и ни один документ мне не передоставлен. Что нас интересует территория? Да. Что нас дрочит, мы дрочим, но... И так чуть ли не каждый день. Вы что, вместе там сговорились все? Деньги делите? Что нас интересует территория? Да. Подумайте хорошо все. Что нас дрочит, мы дрочим, но... А ты щенков не забирала? Забирала. Забирала? А куда ты их делала? В приют, пожалуйста, больше не приходи. Придю туда. Почему мы за этих щенков отчитываемся документу у тебя? Что нас дрочит, мы дрочим, но... И что теперь делать? Как быть? Без участия мы рассматриваем. Требую организовать проведение комиссии в бочной форме. В моем присутствии и присутствии журналисты Антона Николаевича Булгар. От участия в заседании не отказывайся. А то потом кто-то наперпишет, что это типа отказ-то не писать. Что нас интересует территория? Да. Что нас дрочит, мы дрочим, но... А вообще это не культурно через два коридора разговаривать. Приходите, пообщаемся. Всем привет. Продолжаем освещать ситуацию вокруг приюта Берегиня. Позавчера вышел очередной компромат про приют. Якобы в приюте города собаки остались в жару без воды. Смотрим. Зоозащитники Сургута бьют тревогу. Они обратились в редакцию СТВ и рассказали, что в приюте Берегиня... Ну, как видите, сюжет короткий, всего минуты 33. Используют любительскую съемку, старые кадры. То есть на территорию данную телекомпанию не пускают, в связи с тем, что к ним нет доверия. Берегиня, собаки остались без воды в 30-ти градусную жару. Со слов зоозащитников, некоторые собаки находятся на привязи под открытым небом и палящим солнцем. Другие живут в металлических вольерах, которые в жару... Вот где здесь металл? Сплошное дерево и только рабица. Снаружи это металл. Просто раскаляются. Сейчас в такую жару у многих собак нет абсолютно никакого укрытия от солнца. А вольеры, будки? Рядом стоят балки, то есть тени рядом всегда есть. А скоро пойдут дожди, у них не будет никакой крыши у многих, чтобы спрятаться от дождя. То нет воды, то спрятаться от дождя им негде. А как же будки, вольеры, крыша там есть тоже. У каждой собаки есть будка, либо она находится в вольере под крышей. Приезжал ветнадзор и все это проверял. Также они скрывают то, что все собаки ужасно похудели. Да никто ничего не скрывает. Вон, пожалуйста, смотрите на канале Сругуднадзор 8 видео. За этот год было уже более 30 проверок и ни одна не выявила никакого жестокого обращения с животными. Есть документы. А вот эти люди, они вот все со слов волонтеров, со слов волонтеров. Все на словах. Документы покажите. Какое их здоровье, в каком несостоянии находятся, все это скрыто. Да ничего не скрыто. Пожалуйста, вон в предыдущих видео сплошли-то и отчеты, и акты из ветнадзора. Жестокого обращения с животными не обнаружено. Зоозащитники переживают за жизнь животных. Они говорят попасть на территорию приюта, чтобы напоить и накормить собак волонтерам непросто. Люди намерены обращаться в полицию. Сейчас доступа нету в приют. А как же вы вот эти видео засняли, если доступа нет в приют? Значит, как-то же вы проникли? Опять же, я предполагаю, что без разрешения руководства. У волонтеров, так и у остальных людей. Придумали график. А вот это не совсем правда. Я туда свободно прохожу. Другие люди, добровольцы, которые реально помогают, и забор возводить, и кормокухню, и собак кормят, и поят, территорию убирают. Они свободно проходят. Те, кто не скандалит, не ворует собак, свободно проходят на территорию. Неудобно абсолютно ни для кого, именно в числе работы. А вот тот, кто, это я вот к Екатерине обращаюсь, а вот тот, кто ставит скрыт на видеокамеры и обращается в опеку, конечно, для тех будет доступ закрыт. Я бы то, если бы у меня был приют, я бы тоже доступ закрыл таким людям. Ну как, адвокат дьявола ты, понял меня? Когда большинство людей работает и не может привезти еду и воду, чем-то помочь, и по предварительной записи, то есть ты звонишь, а они не берут телефон. Ну правильно, если у вас в приюте будут изымать уже более 33, вот я уже могу со счета сбиться, но, насколько мне известно, уже больше 33 собак изъяты из приюта, и ни один документ не предоставлен. Не знаю, как попадать, а по-другому нельзя. Сам приезжаешь, и они начинают вызывать полицию. Конечно, если вы без разрешения проходите на территории приюта, вам говорят, удалитесь, уходите, а вы начинаете скандалить. Ну что делать людям? Не в драку же лезть. Вот и вызывают полицию. Об этом тоже все есть видео. Последний раз полиция задержала четверых волонтеров. Тихо! Первое предупреждение было. Второе предупреждение. Дважды предупредили следующее применение физической силы по 19.3, невыполнение законных требований сотрудника полиции. За то, что они проникли на территории и дестабилизировали работу приюта, мешали проведению проверки ветнодзора. Ну а дальше вы увидите другую сторону, как очередные постоянные проверки уже по две штуки в сутки происходят. То есть вот мы позавчера приехали помогать приюту, собрались возводить забор, и нам тут же начали, тут же приехала проверка. Сначала из земельного комитета, а потом участковый нас вызвал. То есть две проверки в день. Заборы вознести нам так и не удалось в этот день. И так чуть ли не каждый день. А потом мы поехали на комиссию, на которую Максима вызвали по повестке, а нам заявили, что рассмотрят без вас участие, потом якобы только по видеоконференции, а потом якобы заседание переносится на 13 число. При этом в поездке была приписка, что в случае вашей неявки будет привод через полицию. Что нас интересует территория. Что нас дрочит, мы дрочит, но... Видите-ка, мы сколько раз обращались в администрацию, да, скажите помощь какую-нибудь. В этом, да даже тут же МКСМ-ку хотя бы на день выделить. Машины нет администрации, ничего вообще абсолютно нет. А еще из-за вот этих поджалоб, вот этих людей, нам все, абсолютно никаких, ни субсидий, ничего. Полностью, да, то есть у нас даже сборы, которые ведутся в интернете, да, они вот за эти полгода собрали 913 тысяч. Мы собрали там максимум... А терпевшим? Да? Терпевшим, вот на эту сумму кто выступает? Мы. А вы? Они же под ихним флагом собирали деньги, но тратили по своему усмотрению. Ну да, я поеду, но спрашиваю. Машины. Разрешения мы им никакого на сборы не давали. Они собрали такую немаленькую достаточно-таки сумму на наших собаках. Сейчас они там помогают другим организациям. То есть они на нас собрали деньги. И теперь там вот должна быть там Ольга Геер. Она подобрала в прошлом году на улице собачек. Они даже не скидно, что есть, в мае месяце они полностью содержали у нее дома этих собачек. Эти собаки даже ни разу здесь не были. Ну, посмотрим. То есть половина... Твердохлеб вот эту, да? Твердохлеб? Нет. И Ольга Геер. А твердохлеб это личная стихия. Вообще. Ему еще до сих пор никто не занялся, это неизвестно. Ее сейчас на данный момент напожертвовать содержит пауни в тигах. Они постоянно скидывают на денежку и пересидывают. Напишите обращение. Ну, мы пишем, пишем. Нет, вот такая стопка уже. Нет, ну там нету ничего. Мы скажем, цель визита, думаю, мы вам обозначили. Мы ставим протокол, на комиссии будут рассматривать. Там уже какие-то поступят ваши вопросы или еще там уже. Ну, мы сейчас покажем вот этому. Как административная комиссия решит, так оно и... Ну, вот тут вот у меня было вот это перекрыто. То есть сделано пост как положено, да, под ящик. Все. То есть, вон, приезжают в ПТК, прям при мне неоднократно. Поставили бак, сломали мне всю эту конструкцию. Все. Я опять ее чиню. Они потом опять приезжают. Они причем приезжают, так странно. То есть, в понедельник... Нет, ну это при чем здесь? Им-то зачем это... Оно было обозначено неоднократно. Да, нам не обозначили. Нас интересует территория. Да. Нас интересует территория. Да. Хочешь сказать нам, что нас дрочат, мы дрочат, но. Что нас дрочат, мы дрочат, но. Поступили вам. Пишут, как бы, непросто. Очистят, значит, это вот здесь. Нет, ну, все равно нужно как... Администрацию, прокуратуру пишут, губернатору пишут. Поэтому мы должны что-то... Ну, там, давай выпьем, давай покушаем, он будет всегда ежедем. Журналист, СМИ, Камчатский регион, Антон Николаевич Булгар. Я не в курсе, я журналист. Я освещаю только. Объяснение точно? Объяснение. Так это же ОМВД. А вы с полицией, что ли? Гадочка, химия, куда-то. Не узнал, что ли? Нет, не хочу, пожалуйста. 86, нет, еще 10. Нет, не узнал. Богатые будете, наверное? Я хочу, 10. Два, точно. Мы до сих пор убираем. Надо поддоны выложить, чтобы пискарик приехал, забрался и уйдешь туда. Где мы наше строим материал, куда-то сложим. У нас дрочит, но не дрочит, но... Летняя веранда для кошек сделана. Они все на цепи. Они там все на цепи, но все равно поаккуратнее, смотри. Мы с тобой. Это вынуждено на меру, так как на пути слияния к участку была траншея. Шириной сколько там? 3-4 метра, да? Больше. 5? Ну, мы считаем. Вот где вот блоки стоят, и вот до сюда вот эта вот была траншея. Метров 5. То есть вот этот весь участок, да? Вот отсюда, вот до сюда. Ловек прям по траншее стоял. Вот четко-четко. Вот это вот все? А что? Как там сказали? Что у вас? Так, это же собачий вольер, да? Да. С собачьей вольерой. Это Светины. Мы за них ответственность не начнем. Мы уже говорили за... Что вы тебе говорили? Это Света старцева. Мы за них ответственность не несем, как бы она вот убирает, все. Убиряющее время. Так, все. У нас дрочит, но... Работы по устранению данной проблемой уже ведутся. Земельный участок, самовольно занятый земельный участок, будет освобожден. Администрацию просили помочь, администрация нам оказывает помощь. Мы, собственно, все делаем собственными силами, все руками. Все за свой счет. Подали заявление на субсидию администрации, нам отказали. Вот и... Ну, по доверенности, у нас есть доверенность. Ну, в принципе, вы ездаете, там, директор же... А мне дадут это? Копию. Вы не подскажете, когда масочно-перчаточный режим закончится? У нас дрочит, но... Я думаю, губернатор нас проинформирует, как только так сразу. Так она постоянно информирует, что продлевается, продлевается. Детям уже 1 сентября запретили. Так она не будет для них. Ну, вот и сказали. В следующем году дистанционное обучение. Нет, линейку запретили. Понимаешь? Где вот эти бантики, колокольчик, цветы? Ты не читал, что ли? Считывал тебе, с 1 августа начинают работать онлайн лагеря школьные. Там что-то несколько миллионов, 7-6 миллионов выделено на это. То есть и кормить будут онлайн, и гулять онлайн, да? Да. И все в перчатках и масках. Помахай ручкой. Передай зрителям привет. Всем привет, это снова мы. Приходите помогать строить приют. Это весело. Когда нет проверок? Да. Когда проверок нет, это продуктивнее. А то и приехал помогать, а тут проверка какая-то. Растет трава. Даже несмотря на то, что это все изначально была мусорка заболоченная. Что-то воды прибавилось? Да. А оттуда спускают. А в белой рубашке как зовут? Владимир. Владимир? У нас дрочит. Но. Да. Прошел бы он сюда, мы бы показали какая траншея была на месте въезда. У нас дрочит не дрочит, но. Да. Да я могу. Я умею. Вы вон тут траншею видели, да? Да? Вот она, траншея. Вот она вот здесь вот была. Ну все, я почти вот эту часть, те границы взяли. Получается, забор сейчас ставим вот там, да? В траншею. Там где-то примерно минимум метра 10 мы теряем из-за траншеи. Получается, траншея идет вот так по нашему участку вдоль того забора и там тоже несколько метров. Крайние точки, да, где до траншеи подсняли, а там те тоже границы подсняли. Смотрите, а как бы их потом выводить по утирации? Там разберемся, там уже, когда разберетесь, там вопрос забудите уже конкретно. Завтра во сколько? А, что у вас там по повеске написано? Завтра пятый? А, это пятый раз? Не шестое? Пятый. А, шестого, да. Шестого, там позвонимся. Так, ну все, спасибо. До госпитания. На улице порядка. Наводим потихоньку и покрасовываем. Поехали. Алло. Здравствуйте. Максим Геннадьевич? Да, я. только что буквально полчаса назад уехала от нас проверка можете уж куратого и спросить она только что была здесь собаки кормлены они приезжали по поводу земельного участка но они здесь были как бы ну конечно процесс кормления не не видели объяснение как бы по поводу земельного они ездили участка ну что к вам подъехать объяснение дать как ее зовут но она-то какое имеет она не имеет никакого отношения к приюту она даже сюда не приезжает вот это вот группа как они себя называют волонтеры вот там ольга железняк альфия ходоковская ирина богдана наталья гудыма все вот эти вот личности на большинство из них написано заявление собак кормят собаки вот как раз сейчас вот они кушают вода есть все есть было более 20 проверок у нас уже было более 20 проверок если вам вот так интересно можете посмотреть в youtube канал сургут надзор там есть 8 видео фильмов есть такой правозащитник сургуте антон булгаков вы наверное с ним знакомы что рассказывали да да он у нас постоянно присутствует кто ну он сейчас здесь он мне помогает по уборке территории по строительству да это наверно это на данный момент вот антон и еще один человек они стабильно к нам приходят помогают по строительству как бы они регулярно наблюдают что вот даже сейчас ну я где-то примерно еще час буду да вы подъехать хотите ну давайте я могу сейчас подъехать к вам хорошо ладно сейчас до сангириной да это супруга мы хорошо сейчас приедем тогда добрый день здрасте я на фонда а чё это вообще на люди можно я пойду вас как зовут средний но ты можно сергей смотри я с приютом столкнулся антон николаевич булгаков журналист сми камчатский регион и старший инспектор борьбе с коррупцией где-то месяца два я занимаюсь меня попросили осветить проблемам с приютом короче эти волонтеры которые приходили помогали потом какие-то начали самоправством заниматься там сено подкладывать будки неправильно делать ну короче фигню по всякую делать и мы аккуратно на это намекали потом говорили потом ограничили доступ собак воровали до с приюта пропало более 30 собак неизвестном направлении как заявляют эти так называемые волонтеры них возили на вакцинацию на ветеринарную клинику при этом ни одного документа не предоставили при этом они открыли параллельную группу называется по в маги вконтакте разместили свои реквизиты и за год примерно собрали более миллиона рублей то есть нанесли значительный ущерб на выход было написано заявление мошенничество то есть они используют фото видео материалы приюта и при этом собирая деньги на свои реквизиты сейчас полиция разбирается поэтому вопросами прокуратуры плюс они еще написали пишет постоянно пишут во всей инстанции что собаки не кормили не поины там убийство совершается трупы якобы закапывают короче кошмарит их постоянно вот сейчас я сам очевидец и вторая проверка за сутки насколько можно космой кошмарить людей и вот эти проверку сейчас земкомитет приезжал к нам с участковой скуратой мы полтора часа там потратили сейчас на вас время тратить час с вами мы тут находимся было более более 20 проверок ни одна не выявила никаких нарушений акты все документы есть более того эти волонтеры так называемые решили заняться перейти на личности то не то есть они написали в опеку на их детей у них четверо детей скоро 5 будет и них вот их кошмарят камеры скрытую снова на чужую еще и скрытые камеры из на одну камеру за незаконно занимается следственными действиями сбором доказательств тоже заявление написано чё за что дальше будет коктейли молотова будут кидать или чё чем десятками заявления пишем на них и приходит только отказной материал почему ты никаким последствиям не привлекают абсолютно а у них 180 собак и 85 кошек им надо животными заниматься кормить их по и там убирать это предписание веднадзора исполнять там забор за возводить корма кухню вот мы чем можем добровольцы помогаем простые жители неравнодушны а волонтеры только и пишут проверки 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 и постоянно вот эти вот какие-то в опеку еще даже начальник уголовного розыска приезжал мы все удивились сборки он не меньше нашего был удивлен почему он туда приехал нашего 1 до 3 до всего я так понял туда вызвали чтобы он разрулился по человечеству но в принципе да поможет ну единственное приют сургуте и силу кошмар в марте шувалов озвучил что выделиваю из бюджета выдели готовы выделить 140 миллионов и проект уже отправлен на столице согласовывал приюта то есть они хотят им нужно показать что данный приют единственный не справляется якобы и вот мы говорим мы сейчас это их приют отберем не за 140 миллионов новые за бабаха хотя на среднем приют стоит 20-30 миллионов по стране но такой вот шикарный золото настроениями с капитальными которого есть электричество и как только шувалов это заявил но них начали кошмарить вот с марта и началось когда я с ними разговаривал как вы хотите чтобы собаки жили бы сейчас отберут земельный участок что будет собаками берканут на улицу выкинуть а дальше что будет докхантеры активизируют убивают собак они вот я с ними общался бы вы чего хотите буду сами чего вы добиваетесь вот этими всякими письмами жалобами мы мы хотим чтобы собакам хорошо относился куда мы так хорошо от нашему сколько проверок было бы ни однако по вашей жалобе бы еще бы как бы правда бы нет вашей регулярно я сам лично привожу минимум по полтонны воды приют регулярно идет кормление потому что одна как себя называют волонтеры девушка два месяца назад похитила собаку который необходимо было лечение постоянные они и похитили на это было написано заявление и буквально когда дня два назад да да где-то дня два назад и она похитила еще двух собак левой привет а ты щенков не забирала забирала а куда-то их дело уля а ты знаешь что ты опять натворила ты прекрасно знаешь при тебе ходил ветнодзор и эти щенки были учтены они вот так они волю учтены ветнодзором да конечно ладно жди новую повестку тогда придет пожалуйста больше не приходи да хорошо нету а где документы от этого человека по сей день скажи мне пожалуйста да почему эти документы у тебя почему мы за этих щенков отчитываемся документы у тебя ты какое отношение имеешь вообще к этому про документы почему у тебя объясни мне против никто ничего не говорит что ты их ездила возила а вот тогда в понедельник позвони ветнодзор и напиши им что это щенки твои они содержались на территории приюта чтобы мы за них не отчитывались во сколько ты забрала их ну утро это хорошо ладно еще на этого не отрицательными дамят я взяла и только надо что-нибудь не похитил не украла это я бы забрала я бы на основании шоу я бы ты у себя дома уже соберен собаку собирает макс а у вас как это договор передачи собаки конечно да я сам спрашивал говорю вот вы 30 собак изъяли бы хоть раз записку в заборе оставили или позвонили отзвонились когда это написали хотя бы записку я такая такая то беру ответственность за такую собаку на себя все это уже не выросло а так очень похоже есть присутствуют признаки это кражи хищение пришли забрали никого не уведомили они потом узнают что собаки нет за каждую собаку мы отчитывались при лейтенантным надзором вот они приезжают собаки нет где собака он приходится искать с каменно нужного наблюдения видео писать заявление которому почему-то приходит важной материал когда человек говорит что да я я забрал эту собаку постоянно проводятся проверки регулярно постоянно волонтеры дестабилизирует работу приюта за счет проверок по их заявлению нет надзор вот земельная земельная была сегодня то есть стабильно как минимум раз в неделю полиция приезжает приезжает нас проверка журналисты тоже приезжают до спроса заходят так называемые волонтеры они знают что у нас есть по некоторым предписаниям там определенные ограниченные сроки там до конца августа и вот этим да вот мы сейчас вот на данный момент мы с антоном занимались как раз возведением забора и уборка участка приехал земельный комитет полтора часа на них сейчас по пробкам мы вот сколько на полчаса мы к вам ехали сейчас вас сколько посетим потом не ехать за едой то есть день просто пропал они на это и стараются чтобы мы не успели но только не получится на кстати вот это железнякова или как их имели знак железняк она же вообще вас не появляет она пару раз приезжал и все давно да но заявление то сейчас написано звонку сообщения он звонил на сообщение ну или с отпуска приехал если она там не было откуда назовем сослов все я могу сейчас с камер нужного наблюдения онлайн кучи посмотрим как сейчас кормят собак но по раз приезжала к нам туда но участок два раза и видела когда он уже не разговорка на последний раз она была была она последний раз когда они с подкинер злогольство время месяц два-три еще полгода год подожди с ним будет полгода снега не весной начале весны ну да в начале весны потому что как раз в зиму сапога ходил мы с женей обрабатывали гементалом два месяца они вообще волонтеров не пускают на территорию поэтому если она проходила и видела то есть она там присутствовала незакон незаконное проникновение на территории не губернатору писали сейчас нужно что они на парад президента уже написали людям заняться просто нечем да есть чем у них цель вот какая приют отжать семью разрушить я только эти цели вроде как ехал забор возводить и комичи поснимал и в полицию съедет но приют это это не прикол забор там стоит не возведенным группа лиц называемые которые называются волонтерами предположительно по предварительному сговору постоянно дестабилизирует работу приюта что видеокамеру они вчетвером доставили до скандалов 20 человек приезжал устраивают так как желают нарушить работу приюта от работы формулировка постоянно дестабилизирует работу приюта это это фрак ключевая фраза которая необходима в том числе для вверх надзора им вынесено предписание возвести забор кормокухню там и так далее и т.п. а в связи с тем что они постоянно дестабилизирует работу приюта они не могут вы миски вот она разносит миски выполнить предписание ветнадзора и потом будет основание если они не выполняют хотя бы там забор не не возведут на 1 метр ветнадзор придет скажет что такое они скажут а вот вот заявление вот то вот дестабилизирует то в полицию ездим то земельный кадастр приезжает измеряю них будет основание чтобы избежать штрафа за неисполнение предписания ветнадзора я думаю уже больше до 30 было сначала года больше 30 как минимум раз в неделю за 2020 год было более 30 проверок нарушения выявлены но выявлены не те которые не указывали они указывают обращение животными собак не кормят не возят в ветклинику не вакцинируют не чипируют вот это все не выявили журнала есть сушку собака то что забор отсутствует и сильны а то что забор отсутствует естественно нас уж потому что вывод на это все тратите время столбы стоят а забор сегодня не может сделать вот стоят столбы администрация приезжает говорит нам нужно измерить ну чем мы все бросаем пожалуйста мерьте а их же надо мимо собак провести они боятся хотя не на приездите да вообще тяжелая работа 180 собак и 85 кошек у меня я номера 6 раньше у меня два кактуса вздохло мне так жалко кто вздохло два кактуса а я поэтому животных не жалко не отчетом полиция проверит вы чё разбираетесь как над собак кормить и поить где-то натор приезжал несколько раз я сам был на несколько проверок видео есть в интернете пожалуйста смотрите собак не кормят не пользуются жара животные гибнут выезжали по данному адрес сотрудники полиции заявители никто не связывался из полиции собак гибнут гибнут собаки нам гибнут погибают и вообще они бы прекратили вот эти свои мошеннические действия собирая на наши собаках деньги они всех людей которые представляют деньги дарителей не переманили к себе и на данный момент это действительно имеется дефицит финансовый да но мы пока что справляя своими средствами страны свои деньги туда за счет людей если бы которую там помогают вообще они в этой параллельной группе помоги они постоянно пишут какие-то ужасы вот все то же самое собак не кормят их убивают их закапывают и чуть ли не пинают их там нам уже личные на кости на мясо пускают и все такое пишут живодеры и все это подобное спасибо большое что подъехали благодарю вас до свидания антон если у тебя есть сердце доброта к людям животным также ты должен это все понять и по-другому поступить ты не должен за ними заступаться идти на поводу у них ты же видишь как все это творится очень тяжело и как ей лезет кусок в горло если ты знаешь что там у тебя 180 собак голодные холодные без воды без ничего это ужас просто так что я не знаю какое у вас сердце жестокое жесткое такое я не знаю садист такой у вас появляется у вас появляется у всех троих прям вот понимаете чувство доброты и что к людям что к животным у вас нету этого сядьте втроем подумайте об этом что вы творите вообще что вы творите а сейчас данный момент они голодуют истощенные все истощенные это ужас просто без воды в жару тридцати градусы вы вот это покажите что вы творите все втроем если ты такой заступник хороший за ними понимаешь все кругом все плохие только ангелина и вы что вместе там сговори все деньги делите подумайте хорошо все бог накажет всех и рано или поздно все получите по заслугам рано или поздно не так просто бумеран там все вернется назад попомните меня честное слово вы на заседание приглашали вас на два часа а фамилия а присаживай так берегиня берегиня же сказали что не надо как то не надо вот же повестка повестку дали сказали что приходить не молодая так а тут написано в случае не явки на заседании комиссии без выживания причинения в отношении вас мы повестку же лично выручали говорили это не надо нет Владимир мне не говорили он сказал явитесь вот мы а зачем приписку делаете привод полиции читали позавчера мы это уже вывели повестку которую отправляем всегда письмо позавчера мы с ним виделись он говорит все говорит как бы после завтрака они к нам позавчера приезжали Владимир же знает что самоизоляция и у нас в микроволе заседание это вопросы к нему а у Владимира как фамилия садыков нас интересует территория нас дрочит мы дрочит и что теперь сделать как быть без участия мы рассматриваем так а если хотят участвовать как это без участия это же комиссия это же в одностороннем порядке мы работаем а мы хотим участвовать если Вы хотите участвовать значит давайте на следующую комиссию взаимную в смысле на следующую вы же сейчас будете у нас сейчас все мы будем собираться по телефонам сейчас будет проводиться комиссия она будет проводиться мы же желаем присутствовать Вы понимаете, что мы сейчас проводим ее очно? Мы, если ее сейчас проводим, то в видеоконференции... С этой стороны же кто-то будет сидеть? Живой человек будет сидеть? Мы кого вызываем, мы не будем. Мы вызываем по видеоконференц-связи. Давайте видео здесь устроим. Мы вас будем вызывать по видеоконференц-связи. Давайте здесь поучаствуем. Будем через видео участвовать. Он насчет председателя. Он не должен рассматривать делать. Кто ответственный? Фамилия? Киричек. Это кто? Заместитель председателя. Он где? Он здесь? Нет, она нас удалена. А кто будет комиссию проводить? Сейчас, в данный момент, никто. С вашей стороны? С нашей стороны она будет проводить. Кто она? Киричек. Она здесь? Нет, она удалена. А здесь кто-то присутствует? В данный момент мы присутствуем. Вы будете участвовать в конференции? Вы будете смотреть на экран? Мы будем смотреть на экран? Мы хотим рядом с вами сидеть и участвовать в конференции. Нельзя с нами рядом. У нас самоизоляция вообще не имеет права граждан принимать граждан. Мы вдалеке будем. Вдалеке, на расстоянии. Два метра. Три метра. Хорошо. Мы не имеем права принимать граждан. Как-то не имеете. Вот повестка. Ну потому, что у нас до девятого самоизоляция. У нас по администрации приказ. Мы не имеем права даже вашу самоизоляцию нарушать. А мы не объявляем. Какая самоизоляция? Три метра. На расстоянии сядем по участкам. У нас есть постановление распоряжения губернатора. Покажите, пожалуйста. Смотрите, сейчас будет проводиться комиссия. Вы будете в какое-то там подписание либо требовать. Я хочу свои доводы озвучить. Вот я принес пачку документов. Мы можем их у вас принять. Изучить. И назначить вам на 13-е число. Если самоизоляцию девятого отменяют, мы вас приглашаем и рассматриваем. С вашим участием. Но сейчас вы все равно проведете комиссию. Мы можем изучить ваши документы. Сейчас без вас, если вы хотите присутствовать в 13-е, мы без вас не будем проводить, о чем говорить. Или по видеосвязи в 13-е. Или в 13-е, если не отменят, то по видеоконференц-связи. Если сейчас вы нас не допускаете до... Мы вас приглашаем на 13-е. То сегодня комиссия не будет. А 13-е числа вы допустите? Нам надо просто, это же подготавливать надо, определение выносить в видеоконференц-связи. 13-е числа допустите? Если самоизоляция. А где гарантия, что вы ее не продлят? Я вам объясняю. Если ее отменят, вы приходите и участвуете в рассмотрении. Если ее не отменяют, вы вас вызываете. Что такое вообще происходит? Ну а мы вам как можем сказать? Это называется, меня без меня женили называется. Если ее не снимают, мы по видеоконференц-связи. Если у меня нет возможности. Но вы изучите возможности. Вы же тоже заинтересованы, чтобы расслабить... Я поэтому и приехал, что с такой пачкой документов, потому что я заинтересован. Я хочу свои доводы озвучить. Мы не имеем права. Мы вот вас сейчас даже не имеем права без масок. Без масок, да? Да, маски вносит обязательный характер. Да, абсолютно верно. Обязательный режим обязательный. И это рекомендация губернатора, которая противоречит Конституции Российской Федерации. Вы можете предоставить. Это ваше право. Я на стою понимаю, что я не сомневаюсь на комиссию. А не будет комиссии? А почему? А нельзя. Отказывают в участии. Отказывают в участии. Вы не искажаете вам, что мы вам искажали. Сейчас мы... Ну, я так понимаю, что вы отказываете. Я представляю. Вот ее меня пригласили. Сейчас мы вас пригласили. Могите? Сейчас секретарь пока не пригласил. Я в том, что сейчас мы в самоизоляции. Мы правы на ручку. А зачем вы вызываетесь? Девчонки. Мы вызывали. У нас только что нельзя... У вас повестка пришла? Нет, я не мучил. Ну, а как? У меня повестка. Я явился. С повесткой? Не повестка же. А, написано повесткой. Всего доброго. Так еще с угрозой привод будет из полиции, если не явится. Да, вам сказали, это просто отправлять. Что знаешь, просто вон привод, полиции. Это тут печать и роспись, это документ официальный. У вас повестка на 13, прям. Голубь у меня на 6. У меня дверь. Я же в Москве. Выход в Москве. Выход в Москве. Выход в Москве. Если сниматься, режим самоизоляции. Кто может рассмотреть время... На данный момент вы нам отказываете в участии? Мы переносим на 13, потому что... То есть сейчас комиссия, сейчас, сегодня комиссия в 2 часа не состоит? В отношении вас. Вы можете здесь написать? Да. Сейчас, Татьяна Александровна... И новую повестку на 13-е. Конечно. Что... Значит, вы изыщите, пожалуйста, возможность, если самоизоляцию не снимет, по видеосвязи. Это по Вайверу и по Ватсапу. Это же... У меня, к сожалению, разбился телефон. Я не могу. У товарища вашего есть Вайвер. Я независимый журналист, и я, как бы, не могу постоянно предоставлять свой телефон. Да, он не имеет права... А, вы же просто вместе с ним присутствует. Да, это мой доверенный. Но у вас кого-то есть еще у представителей? Вы законный представитель? Да, у меня есть доверенность. Или вы представитель по доверенности? По доверенности. А законный представитель у вас нет? Балтожская Ангелина Игоревна. Она не может пришла? Она не может, да? Она не может, естественно. Хорошо, вы тогда можете мне здесь написать, что комиссия обращена, почему вы иная, и перенесена на неопределенный срок печати подки на 13. Татьяна Александровна вам уведомление сделает приглашение на столичную комиссию. Вы не переживайте, мы не... Ну, мне надо, чтобы вы здесь написали, мне поставили подпись и печать. Мы не имеем права без вас рассматривать, поэтому все документы будут приняты для изучения. Ну, я вам их не передам, эти документы, потому что здесь также у меня уголовные документы. Вы ей говорите, не имеете права. Вот женщина заявляет, что рассмотрим без вашего участия. Она только что говорит, что сейчас, говорит, рассмотрим без вашего участия. А потом уже будет другое. Давайте я вам сейчас свою лузу запишу еще точно. Своей, потому что не будет. А можете писать? Нет. Может, неправильно. Мы вдвоем неправильно поняли. Владимир должен был уведомить, что рассмотрение будет нам необязательно приходить. Не переживайте сейчас. Нет, ну нормально. Вот у вас телефоны указаны, да? Вы сообщили свой телефон. Подождите. Подождите, не перебивайте друг друга. Телефоны указаны. Вы что, не могли позвонить и сказать, что у нас режим заседания переносится на 13-е число? Да, мужики, господи, сейчас вам напишут, что зовут. Нет, так мы время потеряем. У меня просто 150 собак. У меня вот стопка предписаний. Выполнить строительство по приюту. И сейчас я, получается, потратил полдня. Это специально дестабилизировано. Да. Ну, мужики, бывает хуже. Что теперь? Нет, бывает-то бывает. Все бы ничего, если бы не заявление вот этой женщины, что комиссия без нашего присутствия. Это как так? Без вашего участия не будет. Всем удачи. Не ругаться, не спорим. Мы не ругаемся, мы выясняем обстоятельства. На 13-е? Вы напишите мне здесь, вот на этой повестке, что комиссия переносится. Я вам еще дам новую повестку. Нет, здесь тоже напишите, чтобы у меня было. И жрать на печати подпись. Хорошо, ради Бога. Фамилия, имя, отчество, должность, роспись. Дата, время. Я знаю, что это делаете. Благодарство. Нет, меня вот, потому что проведено. Как быть? Тинь говорит, возьми телефон у товарища. Ну, кто товарищ, ты получил. Говорит, я в 80% даю, что они увидели меня. Срочно переносим комиссию. Короче, давайте им отказ, чтобы без их участия рассмотреть. А сейчас выясняется, что не получится, переносим комиссию. По ходу событий все происходит, конечно. Ну, вижу, что это соображалка работает. Опа, нам быстро переобылись, переиграли все. Пиши заявление. Технической возможности участвовать в виде конференции не имею. Требую рассмотреть очно. В моем присутствии и присутствии журналиста. Антона Николаевича Будакова. И потребую сделать копию вот этого документа, который счастливый ДПД дадут. А? А другие всегда пиши. Собственно, ручно. А дотайство это просто. А ты требуй. Так вот, сейчас в 2 часа состоится конференция или нет? Сейчас он будет рассматривать и делать это. Вообще, ни в каком виде. На такой виде. Сельминских это вы, да? Сельмин. Сельминских? Одна ваша, одна наша. Наши пишут, что получили. Технической возможности участвовать в конференции не имею. Прежда ли написать? Да, конечно. И с фотками. Требую организовать проведение комиссии в вочной форме. В моем присутствии и присутствии журналиста Антона Николаевича Будакова. Требую организовать заседание комиссии в вочной форме. В моем личном присутствии. От участия в заседании не отказывайся. А то потом ты напишешь, что это типа отказ ты написал. Дата, время, роспись. Ну что, да? Ага. 14-12. Ну, подписывай. Ну, если возможно. Да, и сейчас сфоткаем еще и копию с ней, потому что будем это вместе с повесткой заменять. Вот как по такому телефону еще в видеоконференции участвовать? Может, и видеокамера даже не работает. Вас как зовут? Татьяна Александровна. Татьяна Александровна. Вы говорили, рассмотрят без нашего участия. Вы правильно поняли? Когда? Изначально, вот когда мы зашли. Я вам сказала, что если вы совсем согласны, то рассматриваем без участия. Нет, мы не согласны. Не согласны. Все, мы вас пригласили на другое число. Можно копию? Вы сфотографировали. Копия материала снять. Копия все равно нужна в качестве... Вот этих всех? Вы же хотите в качестве показателя? Я их предоставлю, когда... Мы все равно копию будем снимать. Нет, ну вот на комиссии с ним, потому что здесь уголовные еще дела, которые я хочу предоставить. У нас времени нет, чтобы все на это снять. Снимите, пожалуйста, вот с этого листа копию. Вы что-то копировали? Нам нужна копия. Ну так-то у вас не делается. Так вы же сами предлагали, девушка, ну что вы. Татьяна Александровна. А вы готовы? В смысле? Так мы так вам хорошо. Вы сами нас вызвали, повестку прислали. Вам до у нас нету. Вы же просто секретарь. А вообще это не культурно через два коридора разговаривать. Приходите, пообщаемся. Благодарствую. Благодарю. Всего хорошего. И вас как-то из-за нас не приходится. Всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...